я приветствую всех зрителей гостей и конечно же подписчиков канала по следам карт и этот видео обзор будет посвящен некоторым представителям так называемых кошачьих колод и в этом видео будет представлены две колоды таро белых кошек художник северяна абаральди год издания первоначально был 2005 и потом переиздавался 2008 12 и в 2020 году есть мини версия данной колоды и таро кота таро так называемый еще и вы его можете встретить под названием таро мир кошек автора кэрол н энчин айзи знакомые нам по таро ночи или таро дэла night и художник диана камарана и год издания это колоды 2016 год обе колоды издательства нас карабео представляет и следует традиции артура эдварда уэйта почему же я выбрала именно эти две колоды ведь сегодня на второе на пространстве существует множество колод для любителей кошек и it va mar сильских кошек и таро языческих кошек и средневековая taro кошек таро барочных богемских котовyani таро черных котов 2 голубых котов и даже таро мар сельских котов особо среди этого ряда мне нравится таро мистических кошек автора алла луне и визер стон известная нам пунтеру викториан ских фей и тару зачарованного леса обзор последние колоды есть на канале по следам карт и в тару мистических кошек сами представители этих животных котов кошек изображены в своей естественной среде и представлены такие натуралистичные образы различных кошачьих пород которые выглядят и ведут себя так как обычные кошки в естественной среде чего не скажешь об этих двух колодов но о всем по порядку существует также еще множество оракулов и метафорических карт на кошачью тематику но вот именно эти две колоды мне нравится особенно так например 2 белых кошек персонажи колоды персонажами колоды естественно являются белые кошки вот мы видим двойку кубков на обложке и в основном тут все белые кошки с некоторыми вкраплениями и весь спектр эмоций характерны для нас людей художник изобразил на этих белых кошачьих личиках ну или мордочек да вот вы на обложке можете это уже увидеть но кошки не носят одежду можете возразить вы и будете правы однако персонажи как таро белых кошек так и кота таро это скорее люди в образах кошек или чем реальные кошки или кошки в образе людей как кому больше нравится они действуют в интерьерах человеческого жилища населенных пунктов более того животные носят одежду в обеих колодах и играют в обществе самые разные социальные роли и архетипически нам понятен этот образ еще вспомните со сказок шарля перо кот сапогах также я заметила что очень хорошо в проективных методиков работают метафоры именно животными например есть у меня колода метафорических карт люди звери ники верниковой и по ней всегда неоднозначные а значит цепляющие глубокие отклики у клиентов и так какие же можно обозначить особенности визуального ряда колод представленных в этом видео прежде всего главный символизм этих колод заключается в том что на заображениях карт вы не найдете ни одного человека в привычном вам образе вместо привычных героев перед нами предстанут милые пушистые создания животные здесь далеки от своего природного естества выражение лиц или морд вполне человеческие как впрочем и позы которые в природе кошки принять априори не могут несмотря на то что в природе животным не слишком свойственной мимика в этой колоде мохнатые лица героев детально прорисованы и способны на самый широкий спектр эмоций позволяя увидеть в иллюстрациях именно человеческие черты если говорить о таро белых кошек то несмотря на то что данная колода почти полная копия райдера уэйта вместо вместе с тем количество персонажей их положение на аркане может отличаться особое значение здесь имеет цветовая символика арканов которая яркая насыщенная и зачастую отличается от райдера уэйта например мы это можем четко увидеть на старшем аркане справедливость и все животные прорисованы конечно же до мельчайших мелочей и конечно же неожиданное отступление от некоторых в некоторых арканов от классики что добавляет собой особой так сказать изюминки колоде таро белых кошек и делает ее на мой взгляд интересной и живой с непредсказуемым характером как собственно и сама наша кошка таро белых кошек негативные арканы несколько смягченные или завуалированные ведь не секрет что кошки издревле наделялись мистическими способностями считались священными и магическими животными в отличие от черных кошек белые животные в большинстве культур ассоциировались с добром удачей а также встреча с ними считалась благоприятным знаком в отличие от встречи с черной кошкой еще леонардо да винчи говорил что кошка это маленький шедевр именно этими словами высказыванием украшена обложка белых кошек тут также еще есть одно высказывание с вопросом не является ли кошка богом но мы об этом поговорим чуть позже и следы леонардо да винчи мы обнаруживаем и в кота таро на рубашки арканов которых изображен витрувианский человек или индивиду идеальный человек точнее простите идеальный код здесь изображен кота таро а мир этой колоды как и наш населен легендарными личностями из истории кино и литературы в этом мире все персонажи носят необычные имена составленные из имени героя и частицы кат кот здесь мы узнаем как выглядит ярость чингискота или соблазнительная кэтлин монро возможно вы влюбитесь все серана да бирджикота исследуете новые миры миры наряду с христофором котлумбом очень так непривычно выговаривать через код название знаменитых личностей но несмотря на это невероятная художественная работа вдохнула в каждую кота персону жизнь то здесь представлены кота персоны вот здесь прекрасная сиси кошки здесь максимально очеловечены они ходят на двух лапах носят шляпы украшения и платья сидят на тронах покоряют горы и даже убивают в общем если бы кошки были людьми людьми то колода таро выглядела бы как-то так и кэрол н энчинайзи создательница идеи данной колоды говорит о том что навсегда с интересом относилась к литературным героем примеряя на себя их судьбы и характер говорит она с своем интервью что я спрашивала себя как бы поступил в той или иной ситуации или реагировал скарлетт ахара например или сиранжа сирана дэбер жирак или питер пен или клеопатра в подобной ситуации и в ответах она часто видела способы решения своих проблем этот метод друзья в позитивной психотерапии называется транскультурным подходом когда клиенту предлагается обратиться за опытом или за советом к значимому персонажу а чтобы сказала например тебе твоя бабушка или в первая любовь или значимый для тебя человек или первая учительница или гарри поттер что угодно и поэтому мне очень понравилось психологическом консультировании именно метафоричность этой колоды и тот ее посыл что мы можем обратиться за опытом знаменитых личностей то есть использовать транскультурный подход в этом мире кошек как в параллельном мире существуют двойники как бы людей и возможно найдя сходство между собой каким-то персонажем этой колоды вы лучше поймете себя и свои проблемы а так к примеру случилось и со мной когда я узнала взгляд одного кота персонажа после чего конечно же эта колода появилась у меня в коллекции интересно а вы узнаете кого-то в этих персонажах из ваших а контактов или ближайшего окружения не забудьте написать об этом в комментариях под видео будет очень интересно вообще друзья кошка это гармоничное существо хоть конечно же и гуляет сама по себе никто и не указ поэтому им и дано девять жизней а нам с вами всего лишь одна ведь жизнь кошки колоды это игра преисполненная радостными и увлекательными моментами наверное это и есть основной секрет данных колод ведь кошка умеет наслаждаться радостными моментами оставаться невозмутимой играючи и хитроумно решать все свои жизненные задачи именно легкости бытия нам зачастую и не хватает быть может однажды эти кошки колоды охотно поделятся своими секретами и научат нас с вами жить без отрицательных эмоций ну насколько это возможно в современном мире именно эти кошачьи колоды дарят новый порой неожиданный взгляд на ситуацию и позволяет разглядеть такие нюансы карт которые не покажут другие более традиционные или так сказать серьезные колоды и в них даже традиционно тяжелые арканы такие как повешенный смерть башня там десятка мечей поданы намного легче не утрачивая при этом свой свое системное первоначальное значение именно поэтому здесь больше ресурса на мой взгляд и настраивают они нас именно на поиск путей решения и выхода из казалось бы тупиковых ситуаций вот такой мурлыкающие такие мурлыкающие послания они нам несут и друзья конечно же данное видео данные колоды прежде всего будут интересны тем людям которые считают себя любителями кошачьих всех разновидностей и мастей либо консервативных любителей у которых всего лишь жизни когда-то была одна кошка или кот и с ними связаны достаточно ресурсные и глубокие иногда воспоминания в общем так любители котов и кошек меня поймут и так давайте перейдем к просмотру этих удивительных кошачьих колод и так таро белых кошек а прежде чем перейти краткому просмотру почему краткого потому что традиция таро это здесь практически без отступления мы будем акцентировать только на тех арканах которые имеют некоторые особенности и отступление от традиции есть такая замечательная книжка серии скрижели таро юлии ясуповой посвященной именно этой колоде таро белых кошек или котов которые называются игры белых кошек путь познания себя почему замечательно мне она очень нравится тем что юлия здесь очень детально уделила внимание символизму расписала каждую деталь и особо внимание уделила цвету я сказала в начале по вступительной части что цветовая символика аркана здесь имеет особое значение и здесь мы буквально авторка обратила такие внимание на такие мелочи которые с первый взгляд бы не бросились в глаза поэтому данная колода возможно может считаться по праву даже одной из первых колод и вообще на каком-то форуме когда-то давно еще давно когда в свою бытности начинала свои шаги в области психо таро я считала такую полемику наверное дискуссию что что лучше выбирать для первой колоды классику допустим таро райдера уэйта либо другую колоду и мне тогда очень понравилось а что именно но новую колоду от тот взгляд что выбрать другую колоду это расширяет мировосприятие это уход от шаблон шаблонизма если хотите так вот таро белых коте котеечек хотела сказать да она следует традиции райдера уэйта и несмотря на это здесь нет этого перегруженностью там кабалу и какими-то эзотерическими оккультными оккультной символикой поэтому в качестве первой колоды для того чтобы изучить систему как таковую я конечно бы обратила на нее внимание и так давайте посмотрим арканы и обратим внимание чем же все-таки отличается и какая же особенности и изюминка данной колоды и так традиционно открывает шут и мы вместо шута видим собаку обратите внимание кота а собаку и это такая интересная особенность то что собаки являются конечно же естественными врагами оппозиционными животными к котам именно этот это собака они кота обладают какой-то такой беспечностью и шагают в пропасть а кот как раз хочет его остановить но конечно же собака не будет реагировать на какого-то там кота и поэтому не прислушается к этому голосу в магии мы видим уже героем белого кота и посмотрите здесь не заменен художниками авторами колоды этот жест как внизу так и вверху а руки кота обе подняты и он как бы играет джазом подкидывает его и отсюда может меняться абсолютно даже и значение в том числе крайние какие-то значения как беспечность игра с талантами и так дальше но и характер же шкалоды кошачий здесь такая энергетика другая то настраивает на некую игру на некое познание мира как это делает кошки вот жрица прекрасная традиционная совершенно белая но посмотрите какие красивые выразительные голубые глаза у нее императрица здесь мне нравится что котята играет у нее у подножия да у ее ноги и котята как вот в естественной среде они без одежды мы здесь будем не несколько видеть буквально арканах где кошки представлены без одежды как естественный как от шуте мы видели да голос инстинкта естественен мы будем обращать внимание что это тогда естественно детство это естественное посмотрите какой император сразу видно по лицу видно ну извините я как человек который в жизни имел имела счастье или как контакт иметь с двумя замечательными совершенно котами поэтому я умею по мордочке даже в естественной природе по глазам по лицу определять где кот а где кошка и вот здесь сразу видно что кот и обратите внимание все инфрустировано кошачьими головами не овнами да не бараньими головами а кошачьими вот император просите иерафан то то о чем я вначале во вступлении говорила здесь по-другому расположены иногда персонажи и количество отличается здесь смотрите позиционирование по-другому аркана представлена мы еще на карте надо картах двора практически но это важно для тех кто использует полевые расклады ли расстановочные да то там классически расположены все фигуранты кроме page page как-то развернуты немножко по-другому так вот иерафан тоже мы видим его в профиль причем в левый профиль и видим два кота рыжего и серого мы видим что рыженький это служитель а серый это кардинал и вот этот момент который молитвенно а сложил ругают лапки закрыл глазки вносит возможно свое нюансирование что в ситуации присутствует сила которая мы привыкли называть как серый кардинал кто обладает реальной властью а кто номинальный допустим первосвященник и либо серый кардинал и отсюда мы можем доставать другие пласты информации и о других темах уже общаться с нашим кверинта интересно крылатый код крылата бородатый я бы сказала на влюбленных колесница запряженные двумя котами черным и белым которые представляют наглядно дуальность и у них головные уборы сфинксов а мы видим правосудие почему я сказала что цветовые гаммы акценты очень важны именно в таро белых кошек потому что в кота таро там такого плана монохромная но не совсем монохромная здесь выдержанные цветовое стилистическое оформление до в одинаковом стиле то здесь а цвета яркие они играют и естественно имеет значение вы помните на традиционной колоде уэйта у нас занавес между двух колонн который сидит наша фемина справедливости она фемида да то красный и это говорит о какой-то яростной справедливости опа допустим такое проявление справедливости как агрессия наказание смещает туда акцент здесь же голубой цвет о говорит нам о более высоких энергиях более высоких чакрах и говорит нам о таком смягченном варианте о том что за всем есть свой смысл и опять-таки развернута наша кошечка в лево получается и обратите внимание за колоной видно пейзаж естественной природы чего нет на классическом изображении справедливости поэтому здесь тоже можно обыгрывать эту ситуацию совершенно по-другому мы исследуем социальным законом и это шли от законов природы и какой закон природы космические мироздания важнее либо человеческий закон и так дальше и так дальше казалось бы традиционный отшельник и мы видим 5 замечательных красных цветов о чем говорит что еще энергии есть есть энергия для того чтобы вернуться в социума наслаждаться жизнью одной лапкой код стоит на голой земле другой на плодородной землей здесь тоже это может быть иметь значение то есть в общем-то классическая колода много слышала я ну она мне уже так давненько я периодически встречалась с критикой о том что непонятно зачем такой клон и вообще что она какая-то несерьезная поверьте мне эта колода лично со мной разговаривал очень долгое время на языке исключительно мечей здесь ничего не приукрашена по смыслу про по смыслу проживания арканов по фактическому проживанию аркана но подача другая и поэтому заход в обход наших защит копинговых стратегий может зайти именно послание которое мы получаем прекрасно колесо фортуны вращает кошечка четыре мыши которые бежут бегут и судьба мышей в руках кошки и это все на фоне солнечных лучей исходящих с небес на данную картину и еще курящая лампа да вот такой дым тут возможно какие-то ароматические вещества может тот же ладан и это тоже будет отыгрываться в наших интерпретациях совершенно со свежей ноткой до звучащий вот ее оранжевое платье оранжевая это цвет жизни даже солнца ну и нестандартная подача старшего аркана силы мы видим котика вылезающего из пасти льва который вот в такой позе держит удерживает эту такую казалось бы враждебную зубастую пасть но на его мордочке лице нет никакого страха он уверен в своих силах и возможно он побывал уже внутри он заглянул в пасть своим собственным демоном увидел все свои инстинктивные желания рефлексы и так дальше природные из может ими теперь управлять вот такой посыл если кратко мы говорим об этой колоде повешены посмотрите на его мордочки нет никакого отчаяния никакого горестного отпечатка никакого он похоже наслаждается улыбать и даже смеется в лицо своему прошлому у него порванная штанина красные брюки тоже что можно может интерпретироваться тоже что у него есть сила энергия к действию и посмотрите внимательно и дерево раздвоенное двойственность здесь тоже может быть на смерти поскольку смерть у нас тут не стандартная мы видим она отвернулась и мы не видим ее образа а то может создаться впечатление что посыл данной карты вообще не относится к как бы к вопрошающему либо к нам в любом случае смерть здесь тоже носит предостерегающий характер как и в любой колоде мы видим посыл главный аркана в том что на фоне бушующего моря костлявая рукавка в плаще копию черном плаще и капюшоном держит косу которая направлена на прошлое дан отсекание прошлого мне нравится и рассыпанный сундук с драгоценностями это говорит о том что мы не заберем все в другое измерение в другой мир после смерти нам это все не нужно смерть здесь как фигуральный образ как метафорический после того как человек проходит проживание энергию этого аркана в реалити шоу как я говорю в реальной жизни он переосмысляет свое отношение к земным благам он поворачивается в сторону вот море здесь как символ конечно нашего подсознания бушующего до наших глубинных вот бессознательного пласта психики и смотрит уже в ту сторону и здесь встречается человек совершенно с другим контекстом вопроса смысла смысловым философским экзистенциальным и так дальше вот так интересно подано сказочно но глубоко старший аркан смерть традиционная абсолютно у нас умеренность единственное что ноги попутаны местами и здесь и может для кого-то быть принципиально для кого-то не принципиально по-моему у уэйта напротив правая нога в воде а левая на суше а здесь у нас бессознательная погружая сторона наша до левая погружена в еще воды бессознательного дьявол посмотрите какой коты рыженькие голый голенький и кота демон посмотрите какой и о том что здесь тех кто привязан прикован без одежды может тоже говорится о том что привязывают нас как раз нашими инстинктами нашими низшими потребностями по пирамиде маслоу до нашими какими-то рефлекторными животными установлен потребностями установками и вот на этой почве мы попадаем в плен кота дьяволу башня традиционно кошечка и кот падают у нас башни видите никак никаких при украшении нет причем здесь остроконечные скалы и нет никакого оптимизма на скажем так на благополучный исход белая кошечка звезда тоже без одежды как у нас и в классике изображена без одежды женщина на фоне а прекрасность горящий ярко горящей звезды sirius луна луна здесь не особо нравится почему здесь вот такая энергетика таркана идет как лунные мистерии женские посмотрите а женщина женщина кошечка да вот таких желто-оранжевых одеждах и она как бы держит луну но так как от нее отходят лучики то мы можем говорить что это луна затмевает солнце что в природе не стали встречается что это некая иллюзия обман лик конечно кошачий мы видим две собаки реагирующие по-разному одного и подчиняясь энергиям лунного влияния другая лайтка которая пытается еще бороться с этим и вот мне кажется что здесь именно энергия о том в этой луне о том что мы можем заглянуть в глубину своего подсознания луна это у нас отвечает за эту сферу и найти там ресурс для себя то есть много об этом говорили в разных видео посвященных допустим и старшему аркану силы и эти темных колодок что тень это не всегда плохо в тени очень много вытесненного того что социально табуируемая либо не при не при неприемлемая по тем либо иным критериям в данном социуме в данном интервале времени и так дальше мы часто вытесняем свои какие-то способности природные предвидения ясновидение яснознание экстрасенсорные способности и так дальше и так дальше и про всем этом может говорить данный аркан луна как будто отделась как египетская жрица посмотрите наша кошечка и вышла познавать свои в том числе такие вот дары солнца два котенка белый и рыженький которые радуются солнечному дню и как бы вот эта граница кирпичная кладки стена говорит о разделении между миром безопасным и миром открытым и вот рыженький котик как бы приглашает шагнуть своего товарища своего друга за грань и познакомиться за грани той стены и познакомиться с миром а суд посмотрите как представлен вот почему я говорю что здесь а несмотря на то что по факту реально все также проживается в жизни энергия энергетика данного данной колоды арканы представлены иначе по-другому да и воспринимаются и эти колоды не только там с подростками с детьми естественно не столько даже без сказал а как со взрослыми смотрите совсем другой посыл энергии энергетический на аркане труба направлена не вниз а вверх кот как бы монах или даже не ангел он трубит но мы видим маленьких беленьких кошечек ангелов котиков ангелов которые летят а это конечно души котов которые вот летят к солнцу летят туда космическому центру к нашему духу и возможно среди этих ангелков где-то есть ему и фидели чко который долетел я уже думаю до своего другого пункта назначения но и энергетика вот она считается легче да и показать такую старший аркан к веренту и говорить от эти все тех же вещах о пробуждении души другом переходе на другой этап осознания совсем легче чем видя вот уже устаревший на мой взгляд но он конечно не меня не останется актуальным а все эти архетипические образы навсегда но а вот с другими поколениями миллениум последних игреков мне кажется проще на таком визуальном образе говорить чем на образе гробов ну и мир на традиционно завершает у нас танцующая белая кошечка посмотрите как интересно четыре разных породы представлены окраса по бокам и здесь конечно же танец такой энергетический все тузы и все тузы и представлены тоже с персонажами котов мне это очень нравится особо посмотрите в тузе жезлов котика точит лапки это значит что он собрался на охоту на прогулку и он свое главное оружие когти точит то есть энергия жезла предполагает действие котик собрался в путь вот он и готовится двоечка у нас традиционная мы видим тройку традиционную посмотрите огненная энергия жезлов как красно-оранжевыми оттенками здесь передана на четверке мы видим очень ресурсный замечательный праздник урожая посмотрите какое изобилие сидящие здесь кот и кошечка которые наслаждаются дарами этого урожая пятерка наша карта коучинговой конкуренции в том числе смотрите какая пестра шестерка традиционная семерка здесь традиционная она восьмерки мне также очень нравится что здесь ни одного не таркана без нашего главного кир героя а белого кота и здесь этот белый кот посылает жезлы мы видим того персонажа кто запустил а в движение эту энергию этих жезлов 8 которые летят и тут много есть дополнительных акцентов и розовый флаг на башне видимо это его цель это что жезлы вот-вот грозят попасть в облако как они пройдут сквозь это облако то есть мы цель за мы свое намерение запустили благоприятную среду либо в неприятной среду благоприятный момент не в благоприятный подходящий не в подходящий и так дальше и так дальше достигнут она наши жезлы наши цели до конечного пункта назначения у это мы видим приземляющиеся жезлы которые он своем иллюстрированном ключе дорогого тоже называя стрелами любви то эти стрелы любви долетят ли до пункта назначения который вот розовым флагом девяточка жезлов мы видим код в полном рассвете сил ник ничего не перепринтована посмотрите на эти мускулистые ножки здесь лапки здесь полная боевая готовность кинжал висит на поясе и даже в десятке то что я говорю говорила в начале здесь подано более так ресурсно в десятке мы видим но осанку такую выпрямленную до код несет и замок уже довольно таки близко и посмотрите не тот ли этот замок который был восьмерочки у нас и теперь он возможно если жезлы не долетят то он донесет их донесет к своей цели вот то что я вам говорила фигуранты фигуранты здесь представлены в тех же самых расположениях позиции только вот папа же немного по-другому развернуты рыцарь ну и на королеве естественно мало того что она сидит на кошачьем троне здесь не львы а коты у нее золотые так служит кто ей конечно же не черная кошка кошка не может служить кошки и служит мышка интересный конечно наш харизматичный код посмотрите как он мордочку свою вот важную сделал ящерица у него на службе вот и мы переходим а уже кубка мы посмотрите на кубке это символ рубашечки элемент я говорила взят из этого туза кубков да а я сказала наверно говорилось двойки кубков из туза по двум по двум кубкам сказала да в начале во вступительной но вы простите меня кто смотрит целиком видео узнает наконец-то правильный ответ посмотрите как тут такое впечатление что к белый котик играючих хочет дотянуться до белого голубя ну мы все знаем символику белого голубя и как духа и как чистого намерения и конечно же хочет дотянуться если не до звезды тогда белого голубя двойка кубков тут традиционно мы видим и жезл гермеса и кадуцей жезла поэтому тут все есть присутствует тоже по своеобразный праздник урожая только уже на троечке кубков четверка кубков тоже традиционная закрытая поза и не замечающий грустящий котик незамечающий протянутого кубка пятерка кубков посмотрите как вино похожая на кровь пролилась трех кубков мост а река все присутствует все как по уэйту шестерочка кубков традиционная но имеет более такое знаете посмотрите здесь нам на мордочках кошачьих видны улыбки настрой но на семерке поменен один элемент понятно что голова здесь будет кошачья восьмерка традиционный у нас уход от того что есть и вечный поиск нового но здесь полнолуние и убывающая луна в виде кошачьей конечно же мордочки как и на луне девятка кубков вот у нас наслаждение эмоциональной средой и тоже довольная улыбка нашего персонажа котика белого и десятка кубков мне здесь нравится тем что экспозиция аркана развернута повернута к нам к зрителю лицом мы видим перед собой вот озеро с плавающими водоем десятью кубками и герои карты разве разве повернуты к нам лицом и мы видим их счастливые лица десятка кубков полное растворение с в эмоциональном спектре и соединение с миром уже с больше да с большим социумом макрокосмом чем в двойке кубков и в тройке там где с другим человеком мы делим свою эмоциональную составляющую атмосферу и или с микросоциумом в троечке пашку кубков у нас традиционно только рыбка у нас не из кубка а из вод океана моря выскальзывает да например и рыцарь кубков вот мне нравится королева кубков как красивые у нее котята изображены на ее троне и король кубков код который плавает в водах и мы видим один корабль рыбку выскачивая выскакивающие для кота конечно вода это не его родная стихия коты ну не плавают в основном и это собаки могут поплавать там другие животные коты очень так осторожно к воде относятся но здесь король кубков находится в своей среде туз пентакли на пентаклях мы будем только на тузе видеть а лицо человека изображенная да вот она чеканной монете и здесь котик как бы стоит опять таки играючись относится к материальному миру да он стоит на передних лапках лапках задние поднятый вверх на всех остальных пентаклях мы будем видеть кошачьи мордочки как вот мы видим на двойке на тройке абсолютно в разных позах на четверке посмотрите все коты на монетах они абсолютно разные пятерка пентакли абсолютно похожие на уэйта и здесь мы видим даже котика без лапки шестерка пентакли с разной чеканкой монет и котиков на семерке мы видим ожидание нашего результата восьмерка вечное воспроизводство к железо пока горячо как я говорю до вечного спра процесс воспроизводства по восьмерке ресурса девятка здесь тоже традиционно единственно что у нее две а вот эти вот перчатки даже не перчатки а рукавички для соколиной охоты на обоих лапках находятся да и десятка вот десятки интересно то что конечно же здесь нет собак здесь вместо собак мыши мыши соседствуют с котами это говорит конечно нам еще о том что мир в котором даже настолько здесь благожелательный что мир которым даже мыши не бояться кошек поскольку им ничего не угрожает в этом мире царит и гармония мы видим доброта и а все окружающие в нем а доход одухотворены и доброжелательны фигуранты вот прекрасный паш рыцарь пентакли такой весь в броне королева пентакли у которой кролик сохраняется как символ плодородия и земных энергий вот но везде коты у нее конечно же на троне и король пентакли соответственно с котами также на троне и здесь есть интересный символ улитка которая ползет по осенней ветке очень классно подана идея туза мечей здесь посвящение рыцаря мы видим приносения клятвы служение правде идеи голубые одежды об этом говорят котика то есть здесь такой рыцаря и венга двойка уже пошли такие у нас голубые тона мы мы видим до сине голубые в мечах двойка мечей здесь руки не скрещены но все равно у нас остается выбор между двумя кардинально противоположными идеями мнениями путями направления развития то есть или или но хотя бы она хата не перекрыта и вот на троечке мечей мы видим вот плачущего котика потому что ни на одном аркане которые сюжетно без людей допустим традиционной нашей классической колоде а здесь не пропущен котик здесь везде оставлен персонаж и мы видим чьи это собственно мета эмоции здесь очень четко представлен дождь эти капли даже струи дождя которые струятся четверка мечей мы видим да тоже в другом развороте этот арканы посмотрите здесь интересная мозаика тоже из представителей кошачьих пятерка мечей достаточно традиционно только здесь ну все все те же более четко мне кажется переданы а даже по кошачьим мордочкам видно эмоции и можно считать вот такое мета послание аркана как вам кажется пишите в комментариях его очень интересно будет вот здесь благодаря четкости цветов контрастности цветов четкости передачи вот эмоции здесь даже море как сакцентирована вот ключ птиц что у каждого меча разная рукоятка шестерка мечей традиционно тоже но мы видим что берег очень близко другой семерочка мечей как мы убегаем кто когда у своих питомца видели когда они что-то нашкодили и когда они чувствуют себя виноватых как ушки прижимают поэтому здесь капюшончики нарисован и как они хотят смыться с места дислокации быстро вот восьмерка мечей здесь добавлен новый элемент посмотрите внимание дерево вы все знаете символизм дерево связи с родом укоренение до с поколениями это тема вот такая родовая родовая семейная целая от нас к этому аспекту и здесь привязана кошечка к дереву если мы в классической колоде можем там говорить какие-то варианты о том что выйдем там есть проход между мечами выйди открой глаза и выйди то здесь без посторонней помощи конечно кошечки не выбраться она не отвяжет себя дерево и вот эта привязка к дереву может также самопсихологических а консультированиях быть и и не привязка к родителям или связывающие сковывающие родительские установки необходимость допустим быть с партнером до необходимость ухаживать за каким-то болящим родственником или так дальше так дальше то есть то что ограничивает очень сильно и связывает именно по семейно родовому каналу девятка мечей абсолютно традиционно у каждого свой 9 абсолютно разных вот наших мыслей вложат нас и мы переходим к этой десятке которая в нестандартно подано и она традиционно является конечно одной из самых тяжелых в классической интерпретации где мы видим страдания боль потерю вплоть до мы видим там смерть человеческую но в светлом кошачьей мире мы не видим как мечи протыкают бездыханное тело как 2 райдера это мечи вонзились лишь в лежащие белое покрывало а наш кот сумел убежать до в панике и в страхе что видно на его лице потому что в радостной вселенной белых кошек фатальные фатальные какие-то вот изображения не имеют силы и необходимости шанс выбраться из любой трудной ситуации здесь акцентирован аспектирован и на нем сделан акцент десятка мечей в интерпретации белых котов это уход от наихудшего конечно здесь может быть возможное психологическое избегание иметь место быть и неспособность преодолевать трудности да надо смотреть по контексту по контексту расклада по по запросу и с чем мы имеем дело но а белое покрывало тоже имеет свой символ символизм белый цвет это что-то такое духовное высшее и она проткнено не знаю правильно ли выразилась пронзено да и это может говорить что наши какие-то высокие помыслы наши благие намерения не потерпели крах и мы отказываемся от них в том числе смотрите вроде как бы иконография показывает что здесь нет летального исхода какой-то безысходности что мы могли спастись без вас вам но я в начале во вступительной части видео и к воведении если и к предисловию об этой колоде говорила что проживание время лети шоу в реальной жизни энергии арканов этих этой колоды она такое же самое и абсолютно не отличается но чем преимущество этой колоды что вот такая подача визуального ряда она помогает проникать сквозь под как бы заходить защиты которые естественно устанавливает наша психика и доносить информацию она легко более легко заходит и доносится и считывается поэтому здесь до у кошки 9 жизней до кошка может это пережить кошка это метафора нас вами дает человека но не всегда ли мы избегаем а столкновения лицом к лицу с трудностью какими мы своими ценностями жертвуем и так дальше и так дальше об этом может пойти в разговор десятки мечей и заканчивая обзор данной колоды мы видим фигурантов масти мечей здесь мне нравится особо королева мечей у нее здесь бубенчики на рукавах что исключая всякую полемику и у королевы мечей следы от наручников обрывки от связанных рук или четки или что у нее в руках не в руках полная свобода и вера своей правде который она и призывает и нас уже конечно такой напыщенный король мечей ну что ж друзья мне очень было бы интересно ваше мнение именно об этой колоде прежде чем мы перейдем к просмотру кота таро я вас прошу по возможности скажите свое мнение как у вас в работе эта колода такой же она имеет проигрывание сюжетных линий арканов как и в классике либо есть вот как вот на тех органах которые отличаются отличие и в чем они заключаются это обогатит на наш с вами коллективный опыт и у тех у кого нет этой колоды конечно же и те кто любит котов вот это чисто классика которая в таком нашем любимом образе наших любимых питомцев ну понятно что не как в том анекдоте неизвестно кто у кого живет вот я про старший аркан дурак завершая обзор этой колоды и приведу пример этот анекдот спросили собака думает человек меня кормит обо мне заботиться наверное он бог а кот думает человек обо мне заботиться меня кормит за мной ухаживают наверное я бог поэтому конечно же это кошка это маленький шедевр это маленькое божество которое согревает нашу земную жизнь рада радостью и и очень умилительно за ними наблюдать и для любителей таких вот наблюдений конечно это колода будет классным теплым инструментом давайте перейдем к нашей второй героине сегодняшнего обзора к кота таро и так представляю внимание следующую колоду кошачьих колод это кота таро либо мир кошек и здесь эта колода является более метафоричной и мы не не найдем здесь привычных символов наших мастей это только лишь на указание внизу в рамках эта колода отсылает нас к транскультурному подходу об опыте известных личностей и о том о их жизненных историях которые они пред пред преодолевали в свои на своем жизни на пути это могут быть как реальные персонажи так и сказочные мифологические и так дальше традиционно открывает у нас шут и мы здесь видим отсылку к английской сказке джек и бобовое дерево и которая гласит о находчивом смелом и любознательном пареньке который забрался по стеблю боба в незнакомное волшебное царство на магии мы видим гражданина кота который представлен героем американского фильма гражданин кейн который поднялся с низов общества до статусного газетного магната пройдя такой нелегкий жизненный путь падений и взлетов а на верховной жрицы мы видим кошачью энгели кэт я в начале во вступительной части говорила что здесь у каждого аркана у персонажа есть свой свое имя с представкой кэт либо кот да и вот здесь кошачья энгели код конечно же она представлена представляет на собой прототип анжелики маркизы ангелов героини одноименной книги из серии романов анна и сержа голан и поставьте плюсик в комментариях кто в подростковом возрасте читал романы про анджелику де пирак я например перечитала всю серию этих романов на императрицы или за кэт тейлор прототип конечно же из элизабет тейлер знаменитая голливудская актриса известная своей коллекции драгоценностей и на а императоре вы конечно же узнаете кота короля прототип которого является знаменитый парадный портрет французского короля людовика тринадцатого и ира фант представлен мерлин котом мерлин это знаменитый мудрец и волшебник из британского цикла легенд наставник а который был наставником и советником короля артура посмотрите тут у него связка включение два традиционная а связка и конечно же влюбленные отсылают нас к дон к кихоту который является персонаж которого является центральным образом а романа хитроумный и дальга дон кихот ломанческий которым является образцом бескорыстного бескорыстной идеальной любви и аркан голосит о том что порой любовь заставляет нас делать выбор поэтому здесь у амурчика кота посмотрите три стрелы все будут поражены стрелами амура и конечно же аркан призывает постараться на заранее определить кого вы любите и кто любит вас а также на чем зиждется это любовь и обратите внимание на играющегося котенка на древе познания добра и зла на колеснице конечно мы видим чингискота прототипом которого является чингисхан величайший хан монголов который создал огромную империю захватив территории по всему степному поясу евразии сила у нас представлена кот ли рипли томом рипли героем психологического триллера который был уверен что рано или поздно он пробьется на вершину общества и на видим у него лимни скату и здесь такой образ чужого который от которого он прячется и прижимает груди котенка отшельник у нас представлен кот ман нема капитан нема известный нам изобретатель ученый океанолог персонаж приключенческих романов жюля верна который был обижен на весь мир и нема уединился на своей подлодке на острове в океане и посмотрите интересное колесо фортуны а чарли кот плен чарли чаплин рисующий на песке колесо традиционная фортуны чарли чаплин это конечно же универсальный мастер кинематографа и создатель такого жанра смех сквозь слезы и он мог быть разным и смешным и а трагическим трагические образы передавать поэтому на колесе фортуни его образ уместен и а старший аркан справедливость представлен героем котен гуд прототип героя робин гуд взят за основу это популярный герой средневековых английских народных баллад легенд который являлся собой благородного предводителя лесных разбойников ограбящего богатых и раздающего добро бедным и аркан призывает нас исполнить свою миссию справедливости боритесь за то что считаете правильным и истинным защищать и слабых и угнетенных и на заднем плане мы видим меч и весы справедливости очень интересная подача аркана повешенного сера на деберже код а сера на деберджерак французский писатель 17 века и над героем его произведение комедии героической сера на деберджерак смеялись все из-за его длинного носа и обратите внимание здесь этот код представлен длинным таким нетипичным носом они замечая его прекрасной души и здесь сюжет из этого произведения о том как он организовал встречу своей же возлюбленной к чувствах чувствах о своих чувствах которые он не раскрывался до последнего и организовывал есть речу с ее возлюбленным очень интересное произведение можете ознакомиться и конечно же смерть представлена котом дракулой прототип граф дракула князь господарь который отличался особой жестокостью которая безусловно в некоторой степени преувеличена в литературных произведениях и фильмах о нем но аркан нам дает такое послание что наш голод не утолит никогда и вам придется выбирать между светом и тьмой на 13 старшем аркане вот такая метафора 14 аркан умеренность кэти сноу отсылает нас белоснежки героини сказки братьев грим а прекрасной дочери короля которые приютили в лицу гномы вот она с яблочками а такими которыми которые потом и вкусила как такой плод 15 старший аркан дьявол кот риппер прототипом явился джек потрошитель посмотрите нож у него в руке как какой цепь связывающих крыс джек потрошитель это псевдоним присвоенный серийному убийце который действовал в пригороде лондона во второй половине 1888 года вот такой интересный образ а очень мне нравится старший аркан башня представлены алисой в кэтленде алиса знаменитая героиня приключений алисы в стране чудес английского математика писателя и здесь как раз падение алисы в кроличью нору изображено 17 прекрасная звезда бриджит бар кэт до бриджит бардо французская звезда кино завоевавшая всемирную известность благодаря роли фильме и бог создал женщину и тут прекрасный женско-кошачий образ не зря женщину часто сравнивают с кошкой и на 18 маркане вы все без труда узнали кэтрилен монро мэрлин монро прототип известной актрисы платиновая блондинка названная секс-символом европы а умершая от передозировки наркотиков вот вот вам и действия старшего аркана луна данный аркан конечно же говорит нам о том что мы прекрасны но боритесь собственными признаками призраками и страхами не позволяйте им управлять вашей жизнью на солнце изображена красотка кэт красотка это героиня одноименного фильма превратившаяся из проститутки в леди благодаря любви человеку увидевшего в ней идеальную женщину и роль героини сыграла потрясающе джулия робертс и аркан тоже может нам нести а такое послание на что вы способны увидеть то что другие не в состоянии или не хотят видеть и двадцатый старший аркан код чудовище обратите внимание на трубы которые мы видим в проем окна которые с неба отрубят нам о пробуждении и чудовище это персонаж одноименной сказки о принце гордыня которого превратила его в зверя а любовь вернула человеческий облик и аркан нам сулит повествует о том что настало время проснуться от этого кошмара и пусть ваша чистая душа воспарит в новом небе очнуться да надо и прекрасный леонардо код винчи леонардо да винчи великий итальянский художник и изобретатель эпохи возрождения оставивший после себя огромное художественное и научное наследие аркан говорит нам о том что вы знаете свои возможности и таланты знаете как использовать их вы также знаете как мир нуждается в этом достигайтесь создавайте вы отдыха одухотворены и одухотворяете и здесь по краям аркана а все чем владел такой талантливый леонардо да винчи все его прикладные а таланты ну не все а некоторые из них изображены и а в старшем арканах я постаралась выговорить название на кошачий лад героев наших арканах я уже не буду называть кошачьими на буду говорить имена их прототипов среди людей на тузе кубков мы видим прекрасную афродиту в греческой мифологии богини красоты любви конечно на двоечке котов дуэт о комиксов стена лорелла и оливера харди это американские киноактеры одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино и стэн был худым а оливер был полным поэтому здесь вот такая любовь душевная до привязанность эмоциональная показана на тройке кубков а мы видим джонас бразерс американская поп-рок группа состоящая из трех братьев а музыкантов и актеров поэтому как нельзя лучше вписалась в этот аркан четверка кубков а мы видим дороти гейл главная героиня сказочного цикла о стране ос которую дороти посетила три раза и на четвертый осталась там навсегда пятерка кубков представлена графа монте-кристо это новое имя взятое героем одноименного романа а дюма эдмондом дантесом которого предал лучший друг но затем счастливый случай собственная воля помогли обрести свободу и новую жизнь поэтому вот наверняка практически каждый из вас либо читал книгу либо смотрел фильм а графе монте-кристо поэтому а пятерку кубков можно рассматривать какие любой другой аркан когда мы знаем прототип персонажа историю поучительную важную а жизнеутверждающую доставать как необходимые метафоры для и применять в нашем консультировании на шестерке кубков интересно изображен конечно же петер пен персонаж нескольких книг он вечный мальчишка умеющий летать и помогающий обездоленными несчастным таким же мальчиком детям вывесших на отдельный остров и тут конечно же послание аркана о том что обратитесь к своему внутреннему ребенку и вы смотрите феечка тоже виде кошечки изображена на семерке кубков мы видим дон кихота рыцарь находящийся в постоянном поиске своего идеала образ которого мы с вами уже встречали на старшем аркане влюбленных восьмерка кубков представлена королем артуром легендарным королем а бриттов героев циклов романов и поэм образец достоинства от ваги и окружен который был верными рыцарями круглого стола и здесь он пытается извлечь из камня меч экскалибур и конечно же восьмерка кубков нам нас призывает как всегда в полнолуние как часто нас отправиться на поиски своего собственного граля я девятка кубка представлена тентин герой мультсериала молодой газетный репортер который путешествует по всему миру и всюду его сопровождает его верный друг белый фокстильер снежок тентин наверно правильно называется этот мультфильма не смотрели десятка кубков это наша синдерелла либо золушка на американский лад а персонаж сказок о бедной девушке которая благодаря волшебству стала невестой принца паш чаш посмотрите такой маленький гномик а трампкин а это маленький рыжий гном а взятый с персонажа фильма хроники на армии рыцарь такой смелый харизматичные зора благородный разбойник скрывающийся под маской свое лицо он годами защищал угнеденный угнетенный народ и был его единственной надежды на справедливость ну королеву кубков вы все узнали это знаменитая мэри поппинс героиня сказочных повествований детской писательницы памеле тревенс няня волшебница воспитывающие детей в одной из лондонских семей и конечно же королева кубков в таком исполнении призывает нас соединить профессионализм с магией добавив сахар в лекарство сделайте людей вокруг вас лучше и никогда не задерживайтесь на одном месте слишком долго как говорила знаменитая мэри поппинс и такой позитивный утверждающий король кубка представлен джином келли американским актером певцом и хореографом который стал известный благодаря своей роли в знаменитом мюзикле поющие под дождем и мы переходим а что у нас следующая у нас жезлы и туз жезлов представлен афиной это древняя греческая мифологии богиня из древней греческой мифологии которая отвечала за стражение была покровительством покровительницей воинов военной стратегии и мудрости одновременно двойка жезлов у нас представлена элвисом пресли американским певцом и актером конечно который вы знаете попал также под влияние наркотиков тройка жезлов представляет нам знаменитого рета батлера самоуверенного предприимчивого человека персонажа романа маргарета митчелл унесенные ветром и как он завоевывал свое место среди знаки верхушки общества и орган говорит нам о том что может быть вы и черная овца в этом обществе потому что жезлы это социальная у нас масть но вы фаворит забеги проницательный и сильный обратите на это внимание четверка жезлов замечательный микки маус мультипликационный персонаж один из символом символов компании уолта диснея такой привлекательный милый мышонок располагающий у нас на отдых и вечный праздник да и а пятерка жезлов представлена скарли тахара вот пара нашему рету батлеру у нас в масте жезлов есть и поэтому которая почему именно в пятерке потому что она боролась ее путь жизненный эта борьба и главное действующее лицо романа унесенные мет ветров олицетворяла собой сильную лицеустремленную женщину и посмотрите здесь вот я прям когда смотрю на таркан я слышу как скарли говорила таро май лэнд на таро моя земля шестерка катисей конечно же это одиссей а в древнегаверической мифологии царь который десятки лет воевал вдали от дома но в конце конца вернулся к своей верной супруги пенелопе то есть вот возвращение домой одиссея семерка жезлов представлена у нас суперменом непобедимым героем комиксов спасающих цивилизацию от гибели восьмерка жезлов представлена гарри поттером юным волшебником учащийся на своих ошибках это вымышленный персонаж серии романов английской писательницы джоан роулинг и девятка жезлов на девятки жезлов мы видим знаменитого уильяма малдера героем телесериала секретные материалы которым был специальным агентом фбр который ищет контакты сына материальным миром вместе со своей ученой преданной напарнице доктором скале здесь я как сейчас помню там была цитата предисловие перед сериалом истина где-то там и вот истина действительно где-то там на десятке жезлов мы видим сиси это елизавета баварская героиня фильма сиси молодая императрица в котором в роли австрийской императрицы сиси снялась актриса роми шнайдер и конечно же десятка жезлов нам метафорически сообщает что высокое положение требует большой ответственности которая порой становится тяжелым грузом для нежных плеч вот так вот метафорически представлены арканы не через знание истории всех персонажей мы можем распаковать и узнать более ярко значение системная таро узнать до паш на жезлов кот сапогах знаменитые герои одноименной сказки шарля перо преданной своему хозяину хитрый слуга которому помогают волшебные сапоги ну и рыцарь жезлов знаменитый фредди mercury сладкоголосый британский певец имевший как нетрадиционную ориентацию так и скончавшийся от спида и аркан может тоже нам видите какие лучи сквозь тучи пробивают и на сцену и на героя с них сходят что такая голос так такой голос такая энергия ты являешься обладателем такого дара они могут либо а твой дар может либо все преодолеть либо уничтожить тебя к как это произойдет это твой выбор ты пустишь эту энергию божественную и королева жезлов это wonder а супер кошечка супер девушка персонаж серии комиксов о супермене и король жезлов представлен никем иным как зевсом зевс это в древних греческой мифологии верховный бог бог небо грома молнии ведающий всем миром и глава всех олимпийских богов и вот тот персонаж она тузе пентакли который взгляд которого я и узнала благодаря которому это колодой появилась моей коллекции и является и метафорической колодой и колодой системы таро в в одном лице два в одном как я люблю говорит и я была удивлена приятно узнав что прототипом этого органа явился никто иной как пабло пикассо портрет работы кисти пабло пикассо и на двоечке жезлов ой простите пентакли мы видим а тут конечно же без указания масти мы так сразу не скажем что это за аркан поэтому здесь важно опираться на прототипы фред астер американский актер танцор хореограф певец звезда голливуда один из величайших мастеров музыкального жанра и арка нам говорит будьте легкие изящны конечно же при работе а при частном использовании уже можно будет отличать и здесь нет двух монет балансирующих в лимнискате но здесь вот эта легкость и жонглирование легкость типа жизни многозадачность здесь очевидно представлена этим персонажем и на тройке конечно же пентакли узнаваемый персонаж а котей моцарт точнее вольган амадей моцарт знаменитый австрийский композитор оказавший наиболее влияние на развитие мировой классической музыки на четверке пентакли тоже узнаваемый персонаж знаменитая мадонна поп-звезда американского шоу-бизнеса крашеная наша блондинка которая сказала я буду счастлива лишь тогда когда стану знаменитой как сам господь бог а вот на пятерке пентакли изображена а федра а федра знаменитая героиня мифа жена афинского царя тисея воспылавшая страстью к своему пасынку и политу и будучи отвергнута оклеветала его и полита это привело гибели а федра покончила с собой ну в общем трагическая история а и вот на пятерке пентакли здесь тоже может быть прочитав полностью миф связано с энергией данного аркана шестерка пентакли мне очень понравилось как и за изобразили гулливера главного героя фантастических романов путешествия гулливера побывавших самых невероятных местах и здесь явно сценка из книги гулливера в стране лилипутии да как он потом им помогал с ресурсами справляться строить она сначала попала в их плен конечно же семерка пентакли стив маккуин известный голливудский актер профессиональный гонщик не зря здесь автомобиль снимавшийся в сериалах фильмах и не было тоже как бы немного разрыв шаблона что казалось бы на самом она одном из самых медленных арканов традиционно семерки пентакли у нас изображено изображен изображена метафора скорости до игры герой который любит скорость и конечно же эти коты все перемешивая это делает по-своему но здесь и есть свой посыл конечно что иногда надо замедлиться и выждать несмотря на то что ты гонщик и любишь скорость восьмерка интересное представление рудольфа нуреева легендарного советского танцовщика которого считает одну одну из ключевой фигур в истории балета и который был будучи на гастролях большого театра во франции нуреев попросил политического убежища он конечно же добился мирового признания но жизненный путь закончил смертью от спида девятка пентаклей интересно наша героиня тысяча одной ночи шахеризада прекрасная персиянка которая благодаря своей фантазии избежала смерти стала любом любимой женой шаха или поди шаха а вот на десятки пентаклей посмотрите как интересно представлен уолт дисней американский художник и мультипликатор основата основатель знаменитой компании волт диснея продакшн о нем говорили что это человек создавший волшебный мир грез выстроенный при помощи анимации и вместе с тем он создал и мир своего не только мир грез а и мир своего бизнеса и свое наследие которое он передавал могущественную империю ком корпорацию поэтому заслуженно занимает место на десятки пентакли и тень микки мауса отбрасывается но этого этот взгляд и это кольцо не узнать невозможно это фродо бэггинс известный хоббит один из главных героев романа фэнтези властелин колец взявший на себя обязательства уничтожить единое кольцо саурона и темного властелина и с успехом справишься с этой задачей и помните вот эту вот такую булавку которую дали ему эльфы и плащ ему и его друзьям но на паже я без улыбки не могу смотреть это фродо точение на паже она рыцаря астерикс герой серии комиксов и мультфильмов отважный гальский воин который сражается с римлянами и почему без улыбки не может смотреть я сразу вспоминаю серию фильмов астерикс и обеликс с гениальным с гениальным актером исполняющий одну из главных ролей жераром де партио и королева пентакли представлена барбарой стрейн стрейзанд американской певицей и актрисой также достигшая успеха как и композитор режиссер продюсер политических деятелей она была талантлива в разных направлениях поэтому авторы выбрали ее королевой пентакли которая могла вот многими темами владеть и быть успешной а король пентакли у нас волшебник одновременно великий ужасный персонаж и сказочной истории удивительный волшебник из страны ос уже дважды нам встречается персонажи этой истории и мечи мечи открывает люк стай олкер один из главных персонажей фантастической саги звездные воины способный ученик самого главного мудреца и неутомимый воин света и конечно же аркан призывает на найти хорошего наставника и отправиться в свой крестовый поход бороться за свою правду и свободу двойка мечей антигона героиня древней греческой мифологии старшая дочь царя эдипа а в семейной вражде выбирающая сторону отца и брата и здесь из мифа и двойки мечей явно связывает миф точнее двойку мечи явно связывают выбор в качестве дилеммы или или чью сторону выбрать ну и троечка мечей это наша знаменитая русалочка героиня множество сказок фильмов сюжет которых рассказывают как юная дочь моря ради любви сменила хвост на ноги и почему на тройке мечей потому что любовь конечно может потребовать от нас самопожертвования но перед тем как отрезать ваши ноги убедитесь что объект вашей любви хотя бы достоин такого самоотречения один из любимейших моих арканов этой колоды после конечно пабло пикассо это аслам а великий лев а сын императора создателей защитника мира на армии его бог его божество его олицетворения и конечно же почему на четверке мечей потому как вы знаете сюжет когда аслан принес себя в жертву и а посыл данного аркана чтобы умеете найти правильный баланс между силой и самопожертвованием ваша мудрость и добро победят и пятерка мечей а дон витта карлеоне итальянский мафиози главный герой романа и фильма а крестный отец шестерка мечей христофор колумб и испанский мореплаватель прошедший сквозь бури голод и бунт но открывший для европейцев америку и семерка мечей для меня это симбиоз сумасшедшего зайца и шляпочника персонажа двух персонажей алисе алисы в стране чудес который героиня встречает на безумном чаепитие вот такое нестандартное креативное мышление здесь и заяц и кот и шляпочник в одном лице что и говорит нам а что нам и говорит семерка мечей о нестандартном мышлении вообще нетрадиционные способами решения задач восьмерка эсмеральда главная героиня на мой взгляд трагического романа виктора его собор парижской парижской богоматери которая боролась за свое право на свободу и на любовь ну вы знаете историю эту ее финал девятка мечей интересно представлена винсентом ван гогом голландским художником с трагической судьбой в припадке безумия который отрезал себе ухо безумия и отчаяния да и был при этом очень талант вот девятка мечей десятка мечей кинг-конг в виде кота конга чудовищная горилла живущая на затерянном острове персонаж одноименного фантастического фильма не такая она уже была мои чудовищная если бы ее не потревожил человек но тем не менее здесь образ взят именно агрессии это и и окончания и тут послание быть осторожным с теми кого приручили и кому позволили приручить себя помните да прекрасную блондинку которая его приручила а он как бы приручил ее мы вообще в ответе за тех кого приручили и когда неосторожно даже не мы а кто-то с ними поступает то исход может быть не обратим но здесь на паже на паже почему-то я бы дала ранг побольше но тем не менее на паже мечей представлен кто бонд джеймс бонд командор в маф великобритании также известный как нам агент 007 главный герой романов британского писателя яна флеминга о вымышленном агенте ами 6 а вот рыцарь на мечей геркулесом представленным мифологическим героем совершивших 12 подвигов среди которых уничтожение лернгенской гидры вот он рубит ей головы и королева прекрасная клеопатра королева мечей прекрасная клеопатра царица египта воительница для которой любовь конечно стала а средством достижения власти в том числе и совершенно заслуженно на короле мечей у нас расположился шерлок холмс любимый герой детективных рассказов английского писателя конан дойла ну что ж друзья вот такие замечательные метафорические образы представила нам кошачья колода кота таро либо мир кошек а совершенно с другой а с другим другой энергетикой чем первая колода и совершенно другие как бы послание нам несет и вместе с тем такая самобытная и уникальная ну что ж друзья в заключении мне хотелось за финалить и сказать что вот мы посмотрели две колоды совершенно с различной энергетикой с совершенно различным изобразительным рядом и лишь одно их объединяет это конечно кошачья тема любовь к метафоре кошек котов через которую мы просматриваем легко а свои а личные паттерны поведения в социуме в те все страхи комплексы а также радости маленькие победы те которые мы а испытываем в жизни а перепад эмоциональных настроений лоббильность психики и те жизненные задачи которые нам предстоит решать через кошачьи образы мы легко проецируем на себя мне будет интересно конечно же ваше мнение а я в начале во вступлении сказала что кошачьих колод великое множество на сегодня но вот эти две абсолютно разные именно в психологическом консультировании мне откликнулись больше всего я вас благодарю за просмотр этого видео желаю вам всем удачи берегите себя помните что вы являетесь безусловно ценностью для вселенной всего хорошего пока пока